От профессионального государственного аппарата до инновационного. В Петропавловске в 2019 году планируют внедрить факторно-бальную шкалу для оценки работы чиновников. Проект в пилотном режиме уже успешно применяют в Астане и Мангистауской области. В чем его преимущество, узнавала моя коллега Дарья Пашмынцева. Результативность труда, степень ответственности и умение эффективно применять знания, накопленный опыт. Это будущие критерии оценки работы госслужащих в рамках факторно-бальной шкалы. Система для нашей страны не новая. Ее уже используют государственные и частные компании и предприятия. С этого года в пилотном режиме начали применять Министерство юстиции в Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции в Акиматах Астаны и Мангистауской области. С октября текущего года в пилотный режим также вовлекается Акимат города Алматы и Акимат города Шинкет. Позитивным эффектом стал более чем двукратный рост заработной платы сотрудников госслужащих и сокращение разницы в оплате труда диспропорции между центром и регионами. Ранее этот диспропорция составляла более 70%. Еще одним приятным плюсом новой системы оценки труда госслужащих, а их в местных исполнительных органах порядка 2800, станет возможность зарабатывать бонусы. При исправном выполнении обязанностей сотрудник будет получать премию, размер которой может быть от четырехмесячных окладов. А еще на размер заработной платы не будет влиять трудовой стаж и занимаемая должность. Самое главное – эффективность и прозрачность работы чиновников. Я понимаю, это стимулирующий фактор. Чем больше стаж госслужбы, тем больше заработная плата. Но мы работаем сегодня, поэтому вас должны уважать не только за то, что вы 25 лет работаете на госслужбе, но вы должны ежедневно приносить пользу для этого государственного органа. В областном центре фактор на бальную шкалу в качестве оценки работы государственных служащих планируют применить в 2019 году. Дарья Пашменцева, Жолдозбек, Ермуканов, Новости МТРК.